Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почти год назад я переехала в СПБ, уже нелюбимый и желанный город. Но в течение длительного времени возникают ситуации, что мне приходится возвращаться в просьбу уже нелюбимый город. Меня это выматывает и раздражает, почему я притягиваю себе эти ситуации и что в себе проработать, чтобы окончательно поставить точку на старом. Автор вопроса пожелал остаться анонимным, поэтому, соответственно, я буду обращаться к вам, автор вопроса, по месту имени УВИ. Первое, что бросается в глаза, это то, что вы спрашиваете, почему я притягиваю себе эти ситуации, откуда мы можем знать почему, если мы вашу историю не знаем. Вот. Но в общих чертах можно сказать, что вы притягиваете себе эти ситуации тем, чем для вас СПБ любимый и желанный город. Здесь любимый и желанный город для вас, на мой взгляд, оборачивается тем, от чего вы бежите из другого города, нелюбимого. Понимаете, какая штука, ведь можно, на мой взгляд, порядным в целом причинам переезжать из города в город. Можно переезжать из города в город, потому что вам, ну, в принципе, хочется переехать в другой город. Можно переезжать в город, потому что в другом городе есть то, что вам нужно, ну, например, там есть люди, которые вам дорогие, нужны, есть какие-то обстоятельства, которые вам интересны, ну и так далее. А можно переезжать в другой город в бегство. Вот. В бегство от чего-то в городе, где вы живете. Вот. Судя по тому, что вы описываете, вы именно что убегаете от чего-то в своем городе. Ну, понятно, что во фразе, как бы, вы убегаете от чего-то в своем городе. И основной момент уделяется тому, что вы убегаете от чего-то в себе, что вы сами связываетесь с городом, в котором вы живете. То есть это, что называется, такое вот дистанционирование от чего-то в себе посредством города. То есть это что-то плохо в городе. Не во мне, а в городе. И действительно, город может перестать быть любимым. Вот. Но раздражение, здесь явно что-то большее. Но, как бы, вы почти ничего не описываете, вы почему-то очень градко даете историю вашей проблемы. И спрашиваете, почему я такие ситуации генерирую. Поэтому здесь так достаточно сложно без анализа вашей ситуации, без анализа вашей истории, без разговора с вами дать какой-то ответ на вопрос, почему и что вам в себе это проработано. Следующее. Как именно вы хотите в себе это прорабатывать? Каким образом? Вообще проработать это можно только с психологом. Особенно в том случае, когда вы говорите, что так выходит, что я в этот город возвращаюсь. То есть, ну, если вы говорите, что так получается, что вы возвращаетесь в город, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы не замечаете тех процессов, которые эти ситуации создают. И уж сами проработать это, на мой взгляд, вы не можете никак. Поэтому тут как бы вопрос опять же к вашим ожиданиям от обращения, к вашим ожиданиям от помощи, которую вы хотите вроде как от нас получить. Вот. Так что здесь, извините, в первую очередь, вопросы идут чисто такие вот, организационные. Следующий момент, как будто бы вы достаточно слабо чувствуете свою ответственность и свою роль в том, что происходит. Как будто бы больше ответственности, большую роль вы отдаете тому, что происходит вовне. Вот. Я думаю, что, скорее всего, какие-то решения предпринимать вы просто-напросто боитесь и, как бы, если это так, то с этим также нужно работать. Потому что само по себе это не уйдет, само по себе это не исчезнет и вытесняться вами не перестанет. Вот. Так что здесь я бы хотел обратить внимание ваше вот, в том числе, на данный аспект. Который мне кажется важным, который, мне кажется, ну, достаточно системообразующим в вашей ситуации. Ну и наконец, последнее, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Последнее. Это то, последнее, что человек, если он снова и снова возвращается к чему-то, означает незавершенность. То есть то, о чем вы говорите, это незавершенность. То, о чем вы говорите, это незавершенность какой-то ситуации в вашей жизни, связанной с этим городом, который вы снова и снова возвращаетесь. Я бы также обратил внимание на то, чем для вас так важен ФПП. Это тоже весьма имеется значение. Чем для вас так важен этот город. Вот. Вот вы говорите, что он любимый, желанный и так далее. Это супер, что он любимый, любимый и желанный. Это великолепно, что он любимый и желанный, но все же хотел бы увидеть, чем. Чем он такой любимый для вас и желанный. Вот. Не, условно говоря, не даете ли вы ему, ну, большего значения, большей значимости, чем, вот, грубо говоря, это... Нужно. Вот. Понимаете? Да? Да? Тоже. Весьма важный аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Вот. Ну, в целом, как бы, если человек уделяет много внимания чему-то вовне, он так или иначе становится от этого зависим. К сожалению. И в вашем случае ситуация такова, что вы, ну, много, достаточно получается, уделаете внимание городу, для вас это важно, вас это волнует, очевидно. Но, вот, естественно, что вы становитесь от этого зависимы и вы, в общем-то, не можете от этого освободиться. Поэтому, мне кажется, что, чтобы вам поставить точку, как вы говорите, вам необходимо все-таки как-то несколько обрести независимость от того места, где вы живете. То есть, понятно, не в полной мере, то есть, в полной мере этого делать не нужно. Вот. Все мы живем где-то и все мы, все мы в какой-то степени зависимы от места, где мы живем. Но, на мой взгляд, у вас это прямо достаточно ярко выражено. Вот именно, именно со снижением вашей зависимости от места, где вы живете и нужно, на мой взгляд, работать. Вот. Ну, опять же, я повторюсь, здесь аспект такой, что я не очень понимаю, готовы ли вы. Потому что, ну, как бы, вот, самостоятельно вы с этим не справитесь. Вот. Самостоятельно вы этого сделать не сможете. Вот. Если бы это было так просто, то не нужны были бы психологи в таком случае. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что такой какой-то ответ вам можно дать. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Будьте благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.